Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! В шахматной композиции есть такие произведения, которые благодаря широте и глубине замысла автора навсегда входят в золотой фонд шахматного искусства. Сегодня мы с вами рассмотрим грандиозный этюд известного шахматного композитора прошлого Алексея Алексеевича Троицкого. Этот этюд был опубликован в 1929 году. Задание к этому этюду – выигрыш, то есть белые начинают и выигрывают. Решение этюда достаточно сложное, но тем не менее очень красивое. Потратьте несколько ваших минут, постарайтесь самостоятельно отыскать замысел автора или хотя бы какие-то его фрагменты. В любом случае эти минуты облегчат вам понимание того, что дальше будет происходить на доске. Ну а теперь, когда каждый из вас немножечко поразмыслил над тем, что он видит на этой диаграмме, мы с вами разбираем авторское решение. По традиции, разбор этого этюда будем перемежать с прекрасными комментариями Абрама Гурвича, которыми он снабдил это выдающееся произведение Троицкого в своей знаменитой статье «Шахматная поэзия». Чрезвычайно редко в мировой шахматной литературе встречаются позиции, в которых задание выиграть вызвало бы такое недоумение, как в представленном этюде. При ничейном соотношении скромных сил враждующие фигуры находятся на максимальном расстоянии друг от друга и не видно никаких признаков их взаимозависимости. Все наличные силы на доске свободны. Неужели в этом мертвоничейном эншпиле заключается какая-то тайна? А между тем, после слон h6 над черным королем сразу же нависает угроза мата. Если он немедленно не покинет своего угла и вместо этого будет сделан ход слоном или пешкой, то матовая сеть возникает буквально в два счета. Действительно, если сыграть c5, беря под контроль поля по большой белопольной диагонали, то последует конь b5 с идеей конь d6. После король g8 мышеловка захлопывается. На пути черного короля непроходимый барьер. Ни слон, ни пешка c5 не могут ему помочь. Белые подходят своим королем и решающим образом усиливают позицию. Например, слон d5, король c2, слон f3, король d2, слон g2, король e3, слон c6, король f4, c4 и король e5. Белые не отвлекаются на пешку. Матовые угрозы старше. После c3, король f6. На c2 следует конь f5, c1 ферзь, конь e7, король h8 и слон g7. Белые с успехом провели матовую атаку по черным полям. Если же вместо c2 сыграть слон d7, беря под контроль поле f5, то и в этом случае белые ставят мат черному королю. Конь e4, c2, король e7. Решающая перестройка белых фигур. После c1 ферзь снова же не взятие ферзя, а шах на f6, король h8 и только теперь слон бьет c1. В этом случае движение крайней пешки черных уже ничего не решает. Конь белых держит под прицелом не только поле g8, но и поле h7. Слон черных находится под двойным ударом, поэтому на король g7 последует взятие конь бьет d7 и далее, выиграв пешку, белые ставят мат слоном и конем. Ну а после h5 следует слон h6, кратчайший путь к победе. Белые ставят мат на h4, король f8, h3, слон g7. Итак, движение пешки c позволило белому коню стать сначала на поле b5, а далее на d6. Если же сыграть слон b7, держа поле b5 под контролем, то естественно конь становится на e4. Далее на d6 и все как в рассмотренном ранее варианте. Следовательно, черные обязаны, не теряя времени, играть король g8 и после конь e4, пока не поздно, вырваться королем на волю. Но после король f7, белые кардинально меняют весь план игры и переносят свою атаку с угла h8 на a8. Мы видели, как при движении слона или пешки c, белые быстро парализовали вражеского короля и пешку h. Теперь же, когда первые два темпа черные использовали для бегства короля, белые ходом конь c5 сразу парализуют слона a8 и пешку c, не успевших тронуться с места. Конь энергично борется на два фронта, в критический момент выбирая тот из них, на котором противник замешкался. Теперь же, цель белых заключается в том, чтобы выиграть слона, для чего они должны одновременно выполнять три стратегические задачи. Первое. Не пустить черного короля на подмогу своему слону. Второе. Не дать черному королю возможности согнать белого коня с ключевой позиции c5. И третье. Обезвредить сильный контршанс черных, связанный с продвижением пешки h, которая теперь призвана играть ту же роль освободителя, какую в матовых вариантах пыталась сыграть пешка c. Черным нет никакого смысла играть король e7, так как после слон f4 на пути черного короля образуется непроходимый барьер. Он не сможет помочь своему слону. Например, король d8, король b2, король c8, король b3, слон b7 и король b4. Черный слон, встав под защиту своего короля, тем не менее остается беззащитным. Белое подводит короля на b6 и так или иначе слона этого забирают. Таким образом, и в этом углу сопротивление безнадежно. Поэтому черные делают попытку привести в движение пешку h и играют король g6. Слон f8, h5, король c2. Черные играют король f5 с двоякой целью. С одной стороны пытаются помочь своей проходной пешке прорваться в ферзи, а с другой метят на ферзевый фланг. Поэтому точным ходом слон d6 белые вновь воздвигают на пути короля барьер. Ему приходится двигаться на g4, далее король d2, король f3 и король e1. Белые пытаются королем предупредить про движение черной проходной. Черный же король мешает своему коллеге, становясь на g2. Ожесточенная борьба перенеслась в третий угол доски. Черные угрожают маршем пешке h, после чего белые вынуждены будут отдать за нее одну из своих фигур. Поэтому необходим ход слон e7, предупреждая про движение черной проходной. Король g3 и король f1. Теперь на h4 следует король g1, h3, король h1 и белые постепенно выигрывают пешку противника. Видя, что надежды на пешку h тоже провалились, черный король делает последнюю попытку помочь своему арестованному слону. Король f3, слон d6, король e3. Черные пытаются подойти к белому коню, но слон e5. И вновь на пути черного короля барьер. Тем не менее следует король d2, король g2. У каждого из королей своя цель. А в то время как белый стремится побыстрее уничтожить проходную пешку h, черный пытается найти лазейку и все-таки пробраться к своему слону. Король c2. Еще один барьер на пути черного короля, но он пытается его обойти по полям b1, a2 и a3. Король h3, король b1, король h4, король a2, король bh5 и король a3. Последняя надежда на воссоединение со своим слоном рушится после точного хода слон c3. И черные терпят поражение в четвертом углу доски. На пути черного короля новый непроходимый барьер. Он вынужден пуститься в обратный, безотрадный путь, не смея на пушечный выстрел приблизиться к своему обреченному слону, так как белый слон в нужный момент одним ходом сводит на нет многоходовые маневры черного короля, а белый король без помехи приближается к полю a8. Грандиозный этюд. Располагая чрезвычайно ограниченными силами, белые устанавливают железную власть над всей доской, дают бой противнику на всех ее участках, как в центре, так и на краях, и всюду утверждают свою гегемонию. Если этот замечательный этюд Алексея Троицкого вам понравился, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал Шахматы для Всех, оставляйте свои комментарии. Этюд действительно уникальный, потому что при всей сложности его решения он обладает четкой логикой и чарующей простотой. Ну а мне остается лишь попрощаться. Большое спасибо за внимание. До свидания.